Я представляю Санкт-Петербург, Центр Амазово. И мы начинаем наш сегодняшний симпозиум, который проходит при поддержке компании Pfizer, который посвящен лечению и тактике антикоголиотерапии у коморбитных пациентов. Это на сегодняшний день чрезвычайно важная и актуальная проблема, с которой сталкиваются практические врачи не только кардиологи, но и терапевты, и специалисты других терапевтических специальностей. И речь пойдет о выборе тактики у коморбитного пациента, речь пойдет о имеющихся в настоящее время положениях клинических рекомендаций, и речь пойдет о данных новых исследований, которые к настоящему моменту завершились, и, соответственно, эти данные могут использоваться на сегодняшний день широко в практике. Ну, я сразу перейду к своему докладу. К сожалению, я пока еще не подошел на второй докладчик, но я думаю, что это будет в нескольких минут. И тема моего сообщения, тема первого сообщения нашего симпозиума, это обзор рекомендаций поведения пациентов, принимающих антикоголианты и нуждающихся в антикоголиантной терапии при развитии острого коронарного синдрома. Надо отметить, что та же когорта пациентов, это больные, которые получают плановое черезкожное вмешательство, и здесь терапия абсолютно идентична, точно так же, как и антитромботическая терапия при плановых черезкожных вмешательствах, соответствует таковое у пациентов с острым коронарным синдромом, проведение процедур. И, соответственно, это результаты недавно представленного исследования Аукустус, которое посвящено использованию Аксабана у подобных категорий пациентов. Как я уже говорил, симпозиум проводится при поддержке компании Pfizer. И начать я хотел бы с того, что на сегодняшний день в Российской Федерации, как вы знаете, в структуре смертности населения первое место занимает сердечно-сосудистые заболевания. Собственно говоря, этим обусловлено то внимание, которое уделяется на государственном уровне профилактике лечения сердечно-сосудистых заболеваний, потому что эти усилия приводят напрямую к снижению смертности населения и увеличению ожидаемой продолжительности жизни. Если мы посмотрим на структуру смертности населения от ишемической болезни сердца, мы увидим, что основной вклад в смертность вносит ишемическую болезнь сердца. Определенная часть этих пациентов это больные с острым коронарным синдромом. Обычно это от 5 до 10% в различных регионах Российской Федерации, если эта статистика анализируется. Но значительная часть это проявления пациентов с хронической ишемической болезнью сердца. Это пациенты, перенесшие инфаркты, это пациенты, имеющие проявление хронической сердечной недостаточности, нарушение ритма, в том числе фибрилляцию предсердий. И, соответственно, эти пациенты часто имеют сопутствующие заболевания, сахарный диабет, нарушение функции почек. И, соответственно, эти пациенты достаточно сложные как ортопольные для лечения. Это хронические пациенты с повторными острыми событиями, чаще всего с мультифокальным атеросклерозом, с сопутствующим поражением органов мишеней, лечения которых невозможно организовать просто, как лечение острых пациентов, которых приводит сосудистый центр, проводит экстренную помощь, или летальность в остром периоде пациентов существенно снижается. Эти пациенты нуждаются в постоянном диспансерном наблюдении, в тщательном подборе терапии, в наблюдении и, соответственно, в использовании всех современных методов, в том числе и недеграментозного лечения для того, чтобы добиться у этих пациентов наилучшего результата. Лечение этих пациентов не так просто. Но это пациенты, это основная группа, которая определяет на сегодняшний день показатели лентальности в Российской Федерации, и на эту категорию пациентов должны быть направлены серьезные усилия в системе здравоохранения для того, чтобы улучшить, непосредственно улучшить фактически гемографическую ситуацию, в будущем продолжительной жизни населения. Если говорить о современных методах лечения и использовании через кожных вмешательств, речь пойдет о больных, которым выполняется ангиопластикой инстантирования коронарных артерий, сегодня мы увидим, проанализировав статистику этих процедур, мы увидим, что фактически экспоненциальная частота этих процедур растет в Российской Федерации. В последние годы открываются новые учреждения пациенты, улучшается система направления пациентов и оплановые на экстренные вмешательства, и, соответственно, охват пациентов, особенно пациентов с острым коронарным синдромом, увеличивается и улучшается. Но достаточно сказать, что в Санкт-Петербурге на сегодняшний день через кожным вмешательствам подвергается более половины, если быть точно, 55% пациентов с острым коронарным синдромом, которые госпитализируются в стационары города. В разных регионах Российской Федерации показали разные, он немножко больше в нескольких регионах, таких как, например, Калининград, он несколько меньше в других регионах, но даже в Самарской области в последние буквально два месяца мы приезжали в Самарскую область в конце прошлого года, анализировали ситуацию, как в Национальный медицинский центр мы приехали сюда сейчас, и мы видим, что буквально за два месяца существенный прирост охвата через кожные вмешательства и за счет простых шагов по улучшению маршрутизации пациентов уже достигнут. Соответственно, пациентов, которые имеют фибрилляцию предсердия, нуждаются в приеме антикоагулянтов или нуждаются в приеме антикоагулянтов по другим причинам, которые страдают ишемической болезнью сердца, подвергаясь через кожным вмешательствам достаточно много. Мы проанализировали свои данные. Это около 5 тысяч пациентов, которые, как видите, поступали к нам за 6 лет, с 2010 по 2016 год в наше отделение реанимации, в котором мы дежурим 24 часа сегодня в неделю, принимаем пациентов с острым коронарным синдромом. И вы видите, что порядка 10 есть тенденция к увеличению процентов с фибрилляцией предсердия, поступающих у больных с острым коронарным синдромом. И эта цифра близка к 9-10%. Надо отметить, что приблизительно половина из этих пациентов подвергаются через кожное вмешательство. Порядка 5-6% всех пациентов с острым коронарным синдромом – это больных с фибрилляцией предсердия, нуждающиеся в антикоагулянтной профилактике и подвергающиеся через кожным вмешательствам. По оценке вот то, что называется реаним. В практике наших данных, выгруженных из медицинской информационной системы за последние годы. Когда мы говорим о терапии у пациентов с ишемической болезнью сердца, которые подвергаются через кожным вмешательствам, и пациентам с фибрилляцией предсердий, мы понимаем, что эти пациенты нуждаются в двух видах антитромботической терапии. Они нуждаются в приеме антиагрегантов для того, чтобы предотвратить тромбоз установленных стендов, для того, чтобы предотвратить тромбоз в зоне имеющихся нестабильных бляшек в коронарных артериях и, соответственно, таким образом снизить ишемические риски. Но эти же пациенты нуждаются в профилактике тромбоэмболических событий. В приеме антикоагулянтов если эти пациенты имеют высокий риск эмболических осложнений, которые мы легко можем почитать, используя шкалу ЧАЗ-2-АСК, и должны это обязательно делать. И когда мы складываем эту терапию, получается, что пациент получает очень мощную терапию антитромботическую, два антиагрегантных препарата и антикоагулянты. Если мы используем в полной дозе все эти препараты, если мы используем тем более антогонисты витамина К, варфарин у этих пациентов, мы видим существенное увеличение геморрогических рисков у этих пациентов. Насколько это безопасно для больных? На сегодняшний день мы имеем ряд данных из реальной клинической практики, в частности, данные крупного датского регистра, которые постоянно обновляются, анализируются. И если мы примем частоту геморрогических осложнений, частоту кровотечений в течение года наблюдения у пациентов, которые получают монотерапию ацетилсалициловой кислотой за единицу, то мы увидим, что у пациентов, которые дополнительно принимают клопидокрыл, двойную антиагрегантную терапию или принимают тройную антиагрегантную терапию, так называемую антитромботическую, включая еще и варфарин, ацетилсалициловую кислоту и тупидокрыл, мы увидим, что у этих пациентов частота серьезных кровотечений возрастает более чем в 4 раза. Соответственно, насколько безопасно, насколько угрожает такое увеличение частоты кровотечений пациенту? Но, с другой стороны, даже большие кровотечения, они могут быть провещены успешно терапевтическим путем и, соответственно, могут остаться для пациента, не привести к серьезным последствиям, если он получает адекватное лечение. Оказывается, нет. Оказывается, те пациенты, которые переносят даже небольшое кровотечение, не фатальное кровотечение, которые, соответственно, получают медицинскую помощь по поводу кровотечения, эта группа характеризуется существенным увеличением риска неблагоприятных событий. Здесь, как вы видите, у этих пациентов возрастает смертность во время наблюдения. Поэтому снижение рисков геморрагических осложнений – это снижение смертности в когорте, это и когорте пациентов. С другой стороны, снижение активности, интенсивности антитромботической терапии может провоцировать увеличение ишемических рисков. И баланс геморрагических и ишемических рисков в последнее время является самой острой темой, потому что очень сложно для каждого конкретного пациента выработать простой и понятный алгоритм, как вести себя в данной ситуации. Мы все время должны учитывать массу факторов и ишемические риски, факторы риска ишемических событий, возраст, перенесенные инфаркты, сахарный диагноз. Мы должны учитывать коморбидные патологии, нарушение функций почек и так далее. И алгоритмизировать процесс, сделать его простым, понятным, достаточно сложным, потому что существует ряд препаратов и больные, получается, что они очень индивидуальны в плане сочетания различных факторов геморрагического и ишемического риска. Как вы знаете, эти факторы большей частью совпадают. Как мы можем снизить риск геморрагических осложнений у пациентов? Понимая, что мы, снижая геморрагический риск, не должны снизить эффективность, а мы должны оценивать еще и эффективность. Получается, что мы можем убрать из комбинации аспирин. Одно из вариантов. Мы можем использовать более безопасный антиаприкант, тот, который ассоциирован с меньшим количеством геморрагических осложнений. Мы можем использовать безопасный антикоагулянт, который, опять-таки, связан с меньшим количеством геморрагических осложнений и даже отдельных типов кровотечения. Мы можем снизить дозу антикоагулянта, мы можем сократить продолжительность терапии, например, лечить пациента раневой терапией не 12 месяцев, а 6 месяцев, 3 месяца, или даже 1 месяц, или еще меньше. Мы можем назначить пациенту блокатор паратонной помпы, потому что большинство кровотечений, которые вызываются у пациентов на фоне антитромбологической терапии, это кровотечение из верхних отделов желудочно-кишечного тракта. Первый подход – отмена аспирина. Достаточно простой подход, очень интересное исследование, небольшое, проведенное в Бельгии, исследование в ВУЗ, которое буквально весной было опубликовано, а осенью уже появилась новая версия рекомендаций европейских. Очень простой и понятный подход. Пациенты получают антитромботическую терапию, варфарин, двойную антиогеннатную терапию, часть пациентов отменяется через месяц аспирин, и они получают двойную терапию, варфарин плюс лопидогрел. Остальная половина пациентов, рандомизированная группа, остается на тройной терапии варфарином, ацетилсалисовую кислоту и лопидогрел. В группе пациентов, в котором мы видим существенное снижение риска геморрагических осложнений и связанное с риском снижения риска геморрагических осложнений и снижение смертности. Соответственно, очень важный результат, который сразу же вошел в рекомендации, который сразу же вошел в клиническую практику. Более безопасные антиагреганты. Если мы посмотрим на данные исследования с антиагрегантными препаратами, которые представлены, мы увидим, что исследования с лопидогрелом ацетилсалициловой кислотой против ацетилсалициловой кислоты фактически не увеличилась частота геморрагических осложнений. Соответственно, если мы посмотрим на исследования с так называемыми новыми препаратами, которые, несмотря на то, что называются новыми, как и новые пероральные антикоагулянты, используются уже фактически больше 10 лет, мы увидим, что в сравнении с терапией кубидатуроломоцетилсалициловой кислотой частота геморрагических осложнений на этих препаратах была выше. Хотя была и выше эффективность лечения. Больше снижалась частота геморрагических событий, тем не менее, частота геморрагических осложнений была также более высокая. Соответственно, для того, чтобы снизить частоту геморрагических осложнений, в комбинации с антикоагулянтой мы можем использовать препарат, ассоциированный с не меньшей частотой геморрагических осложнений, то есть на сегодняшний день кубидатуроломоцетиловым. Использование безопасного антикоагулянта. На сегодняшний день очевидно и доказано очень хорошо, исследования с новыми пероральными антикоагулянтами включено более 70 тысяч человек, в то время как в рандомизированном исследовании с арфаином включено чуть более 2,5 тысяч человек. В большом количестве исследований, метаанализе этих исследований показано, что использование новых пероральных антикоагулянток, независимо от того препарата, который мы используем из этой группы, во-первых, эффективнее в плане профилактики осложнений и безопаснее, поскольку приводит к меньшей частоте геморрагических осложнений, включая фатальные кровотечения, включая внутричередные кровоизъединения. На сегодняшний день абсолютно доказанным считается тот факт, что если мы выбираем препарат для пациентов с неплаканной фибрилляцией предсердия, мы в первую очередь должны рассматривать использование препарата группы новых пероральных антикоагулянтов, или, соответственно, поскольку их применение ассоциировано с большей эффективностью и безопасностью. Очевидно, что если у пациента есть особые показания для использования варфарина, у пациента протезированный клапан сердца, есть порог сердца, есть дрон в полости сердца, есть другие, например, кагулопатии, которые требуют назначения варфарина, то у пациента мы должны использовать варфарин, и, соответственно, в этой ситуации мы не должны использовать у пациентов только антиагрегантную терапию с неплаканной фибрилляцией предсердии с высоким риском тромбоэмболических осложнений, поскольку недостаточно эффективность этой терапии в сравнении с антикоагулянтами и с варфарином на сегодняшний день также считается доказанным. На сегодняшний день антиагрегантная терапия и двойная антиагрегантная терапия как метод профилактики ишемического инсульта у пациента фибрилляции предсердия из рекомендаций уже давно ушла. Этот метод лечения использоваться не должен. Если мы сравним антикоагулянтные препараты между собой, а на сегодняшний день мы имеем несколько доступных препаратов, таких как добегатран, реворексабан и афексабан на российском рынке, мы увидим, что для разных препаратов существуют различные спектры эффективности и безопасности. Здесь представлено снижение рисков на фоне терапии различными препаратами. И мы можем увидеть просто по окраске, это стандартная раскраска Эксель, которая выделяет просто ниже и выше, соответственно, лучшие показатели покрашены зелёным. Наилучшие результаты в плане снижения рисков, худшие результаты покрашены жёлтым и красным. Большие риски, например, геморрогических осложнений или меньшее снижение частоты эмболических осложнений. И здесь очень легко увидеть, просто глядя на краску лечеек, что наиболее сбалансированным, соответственно, спектром безопасности и эффективности мы видим в исследовании арестователя губа Абексабана. В дозе 5 мг на дважды в день этот препарат применялся у основного числа пациентов стандартная доза. И, собственно говоря, вот эта сборансированная эффективность и безопасность препарата во многом определяет его популярность. Во-первых, подобные же данные, касающиеся безопасности препарата и ассоциации с наименьшим риском геморрогических осложнений, получены в некоторых исследованиях достаточно крупных, которые приведены в реальной клинической практике, которые охватывают большие группы пациентов, которые получены из различных баз данных. Здесь мы видим, что в одном из исследований, на таком популяционном, соответственно, Абексабан демонстрирует не меньшие риски геморрогических осложнений. И мы видим, что это сравнение с другими препаратами достаточно значимое. С другой стороны, у Абексабана достаточно хороший профиль безопасности в отношении профилактики кровотечений из верхних отделов желудочно-кишечного тракта. И мы видим, проанализировав данные регистра, Бернского регистра, который охватывает пациентов, которые выполнили через кожное вмешательство, мы видим, что этих пациентов в течение первого месяца кровотечение чаще всего развивается из местной пункции. И здесь методом борьбы с ним является радиальный доступ, который присутствует в рекомендации. На сегодняшний день выполнение через кожное вмешательство предпочтительно лучевым доступом пациентам при снижении риска геморрогических осложнений. Но если мы посмотрим в течение года чистоту геморрогических осложнений, то очевидно, что в течение года на первом месте с большим отрывом находится кровотечение из верхних отделов желудочно-кишечного тракта. И здесь профиль безопасности Абексабана, связанный со снижением риска кровотечения из верхних отделов желудочно-кишечного тракта, может рассматриваться как аргумент безопасности для использования этого препарата в рамках комбинированной терапии антикоагулянтов и антиагликантов в рамках так называемой тройной терапии. Хотя на сегодняшний день становится понятным, что лечение пациентов с ишемической болезнью сердца, с острым коронарным синдромом, который подвергается через кожное вмешательство, это уже не тройная терапия, а двойная терапия антикоагулянтов и антиагликантов. Ну, самый простой шаг, который мы можем сделать, это просто назначить пациента для постоянного приема блокатора протонной помпы. Я обращаю ваше внимание, что назначение антикоагулянта с антиагликантной комбинацией это большой критерий риска развития кровотечения из верхних отделов желудочно-кишечного тракта и в европейских и в американских рекомендациях присутствует такая позиция. Эти пациенты нуждаются в назначении приема блокатора протонной помпы на весь период комбинированной терапии антикоагулянтов и антиагликантов. По сути дела, если мы продолжаем такую тройную, так называемую, терапию или двойную терапию на протяжении 12 месяцев, как на сегодняшний день это предлагается, то в течение 12 месяцев пациенты должны назначать блокатор протонной помпы. Много возникает вопросов. Если в зале есть гастроэнтерологи, я всегда спрашиваю, потому что гастроэнтерологи смотрят на блокаторы протонной помпы несколько иначе, чем кардиологи, потому что для кардиологов это препарат, который предупреждает кровотечение на фоне антитромбологической терапии, для гастроэнтерологов это препарат, которым часто пользуются пациенты, принимают его длительно, и, собственно говоря, прием препаратов этой группы связан с определенными рисками, особенно при постоянном длительном приеме в течение года, например. Но это еще, скажем так, дополнительный аргумент в том, чтобы выбирать антикоагулянт, который связан с меньшим риском желудочно-кишечных кровотечений. Если, ну, или выбирать разные препараты из группы блокаторов протонной помпы. Если продолжить речь о бексабане, то в исследовании аристотик были пациенты, которые получали антиагликанты. Эти пациенты фактически были во всех исследованиях, они были в исследовании ВИЛАЙСТа, бигатранум, эта группа была проанализирована в исследовании. Аристотик тоже были эти пациенты, которые принимали аспирин, или даже принимали двойную антиагликантную терапию, это не запрещалось критерий на включение, такие пациенты были, но их было немного. И, соответственно, отдельно эта группа не может быть проанализирована с статистической мощностью достаточно. Тем не менее, мы видим, что те пациенты, которые получали апексапан, а не варфарина в исследовании ВИЛАЙСТа, в сочетании с антиагликантными препаратами, имели существенно более низкую частоту геморрагических осложнений, что переключается и с другими исследованиями, в частности, с анализом подобной группы пациентов в исследовании ВИЛАЙСТ, где было тоже понятно, что новые пероральные антикорбуленты в комбинации с ацетилсалициловой кислотой или ацетилсалициловой кислотой для педаграфа ассоциируются с меньшей частотой геморрагических осложнений, сравнение с айфарином. Но я не буду останавливаться на рекомендациях. Тройная терапия появилась в рекомендациях с 2010 года. Если вы помните, это варфарин, но, соответственно, от 2 до 2,5, назначение клапидокрела после исследования ВУСТ сразу попало в рекомендации позиции урания отменения ацетилсалициловой кислоты, назначение блокатора протонной помпы, 12 месяцев терапии. В 2014 году была выпущена позиция экспертов, которая говорила о том, что, несмотря на то, что рандомизированных исследований проведено не было, были отдельные подгруппы в исследованиях с новыми пероральными антикорбулентами, и небольшие были данные регистров, которые говорили о том, что в реальной практике довольно часто пациенты принимают новые пероральные антикорбуленты в сочетании с антиагрегантами. И, соответственно, в 2014 году фактически мнением экспертов без отдельных антомизированных исследований было решено, что такая терапия является возможной, что мы можем использовать любой из новых пероральных антикорбулентов, сниженный дозик, соответственно, в сочетании с варфарином, и мы должны продолжать при этом терапию аспирином на 6, на 3, на 6 месяцев, как минимум, а может быть, и на весь период 12-месячной терапии. Позиция такая появилась, по мнению экспертов, вот с 2014 года, если мы проанализируем данные того же датского регистра, мы увидим, как пошло на нет назначения пациентам варфарина, которые нуждаются в приеме антиагрегантов по тем или иным причинам, и резко возросла доля пациентов, которым назначается новый пероральный антикорбулент. Соответственно, фактически за 2 года к 2016 году эти группы поменялись местами. Стало больше пациентов, которым назначается новый пероральный антикорбулент в сочетании с антиагрегантов, чем пациентов, которые получают вот эту стандартную тройную терапию с варфарином. Но, собственно, те актуальные рекомендации действующие, самая, скажем так, старая версия рекомендаций, рекомендации, которые на сегодняшний день остаются официально действующими и актуальными, это рекомендации по лечению в фитуляции предсердки Европейского общества кардиологов. Они предусматривают назначение сниженной дозы новых пероральных антикорбулентов в сочетании с варфарином. Они предусматривают обязательно назначение этим пациентам ацетилсалициловой кислоты, то есть период тройной терапии, когда пациент принимает клапидогрел, а рекомендуется назначать клапидогрел, а не новая эпидвовая 12-я, а таганисты. Соответственно, этот период тройной терапии даже у пациентов с высоким геморрагическим риском сохраняется. Если у пациента невысокий риск геморрагических осложнений, то рекомендуется тройную терапию ацетилсалициловой кислотой в сочетании с клапидогрелом и пероральным антикорбулентом в сниженной дозе назначать на срок до 6 месяцев. Вот, собственно, то, что тот текст, который присутствует в рекомендациях после планового стендирования при стабильной ишемической болезни сердца должна быть рассмотрена тройная терапия у пациентов с фитуляцией предсердий, по педагрелу и перорального антикорбулянта с филсалициловой кислоты назначение на месяц для предупреждения рецидива коронарных и церебральных событий. После острого коронарного синдрома должна быть рассмотрена тройная терапия длительностью 1-6 месяцев. Соответственно, у плановых пациентов как минимум месяц, у пациентов с ОХС 6 от 1 до 6 месяцев по решению врача, после установки стендов у пациентов, имеющих риск на суть. Комбинация антикорбулянта и антиабриганта назначается на срок до 12 месяцев. Соответственно, продолжительность тройной терапии должна быть ограничена у пациентов с высоким риском геморрагических осложнений, с низким риском ишемических событий. Для этого можно использовать те шкалы ишемических событий, начиная от Грейса у пациентов с острым коронарным синдромом, и, соответственно, Хазбит, ЧАС-2-ВАСК и так далее, для того, чтобы оценить все риски соотношений геморрагических и ишемических событий. И, соответственно, двойная терапия пероральным антикорбулянтом должна быть рассмотрена как альтернатива тройной терапии у отдельных пациентов. Только у отдельных пациентов можем рассматривать двойную терапию сразу же, не назначая как минимум на месяц еще и ацетилсалициновую кислоту третий препарат. Обратите внимание, что уровень доказательности всех этих позиций 2А. На тот момент доказательной базы фактически для этих позиций серьезной не было, крупных исследований не было, которые изучали эту комборту пациентов, но эти исследования не замедлили появиться. В частности, вскоре было опубликовано исследование Пионер с Риорексабана, и там была группа пациентов, которые получали двойную терапию, была группа пациентов, которые получали Риорексабан в дозе 15 мг, была группа пациентов, которые получали Риорексабан в дозе 2,5 мг. Это группа, которая соответствовала лечению пациентов в исследовании АТЛАС. И, соответственно, в этом исследовании было показано, что двойная терапия приводит к снижению рисков. Сниженная доза Риорексабана, фактически то, что было в тот момент в рекомендациях уже написано. Но по результатам этого исследования следующие рекомендации, которые касались вопроса лечения этой когорты пациентов с ишемической болезнью сердца, с УКС, фрилляцией предсердий, которые нуждаются в коммунированной антитромботической терапии. Сюда уже попала группа пациентов, которым может назначаться двойная антитромботическая терапия, губикнолевым и оральным антикоагулянтам, начиная буквально с первых дней после выполнения через кожного вмешательства, это пациенты с высоким риском геморрагических осложнений. В 2017 год рекомендации Европейского общества кардиологов по двойной антиабригантной терапии, новый документ, который, собственно говоря, был выпущен благодаря тому, что информации о использовании разных категорий пациентов двойной терапии, разных препаратов, в 12-м, так и, конечно, стало настолько много, что появилась необходимость оформить в виде отдельного документа. Следующие рекомендации, которые называются «Практические руководства» Европейским обществом аритмологов, они были выпущены. Это документ фактически новый, он выпущен уже в 2018 году, через год после рекомендаций по двойной антиабригантной терапии. В этих рекомендациях появилась тактика, что делать с пациентом с фибрилляцией предсердия, если он госпитализируется с острым коронарным синдромом, если этот пациент, уже получая пероральный антикогурент, имея фибрилляцию предсердия, приезжает в стационар, и, соответственно, мы видим, что оптимальный способ лечения пациентов с острым коронарным синдромом, как с острым коронарным синдромом с подъемом сегмента СТ, так и с ОКС без подъема сегмента СТ высокого риска, который нуждается в выполнении в короткие сроки чрезкожных вмешательств или коронарографии в течение ближайших двух или, соответственно, 24 часов, фактически у этих пациентов не рассматривается прерывание терапии антикогурентами. Пациентам желательно выполнять чрезкожное вмешательство, и тромболитическая терапия у этих пациентов связана с большими рисками, очевидно, и требует дополнительных оценок безопасности. Рекомендуется выполнять чрезкожное вмешательство, радиальный доступ, рекомендуется использовать степпы с лекарственным покрытием второго поколения, соответственно, избегать у пациентов назначения антикогонистов 2B3A или операционного, и использовать у этих пациентов дополнительный гепарин, нефакционированный гепарин или низком регулярном гепарине, в дальнейшем, соответственно, назначать в соответствии с принятыми схемами терапию опероральным антикогурентом и антиагрегантными препаратами. То, что касается выбора длительности лечения антикогулянтами и антиагрегантами, видите, здесь довольно свободная позиция, здесь перечислены факторы, которые могут способствовать сокращению продолжительности тройной терапии комбинации двух антиагрегантов и антикогулянтов. Это плохо коррегируемый высокий риск кровотечений или низкий риск атеротравматических осложнений, например, пациент с острым коронарным синдромом, имеющий балл по шкале Грейс менее 108, например, пациент с очень невысоким риском, то, что называется низкого промежуточного риска, или пациент с низким риском, с нестабильностью картии, решение о черескожном вмешательстве, у которого было принято на основании пробу с физической нагрузкой стресс-теста. Есть факторы, которые требуют усиления антитромботической терапии, продления сроков антиагрегантной терапии. Здесь фигурируют первые генерации стендов с лекарственным покрытием, и надо отметить, что некоторые экзотичные стенды, которые на сегодняшний день присутствуют на рынке, они относятся к формальным стендам с лекарственным покрытием первого поколения, и на это тоже надо обращать внимание, когда вы получаете пациента от рентгентоускулярных хирургов, и читаете в заключении, какой стенд у пациента установлен, всегда нужно посмотреть. У нас в реанимации, например, висит список на посту у дежурного врача, висит список стендов, которые в настоящее время используются, и, соответственно, описаны характеристики этих стендов, в частности, генерация, тип лекарственного покрытия, и, например, такая характеристика, возможность выполнения МРТ пациентом с установленными стендами. На некоторых стендах на упаковке пишется, что полтора Теслу можно делать, скажем, на третьи сутки, проводили специальные исследования, на некоторых нет. Тогда такая потребность возникает. Соответственно, как вы видите, здесь все очень гибко. Здесь появилась цифра 1-7 дней. Здесь уже не один месяц фигурирует, как в рекомендации 2017 года, 1-7 дней. Мы можем провести пациенту через кожное вмешательство на тройной терапии в течение одного дня, когда он получит клапидогрил, ацетилсоветовую кислоту и антикоагулянт, и буквально через день перейти на двойную терапию. Соответственно, тройная и тройная терапия может продолжаться в течение месяца, трех месяцев, шести месяцев, в зависимости от соотношений резкогеморрагических и ишемических осложнений. Соответственно, здесь фигурирует возможность использования тикогрилора, как вы видите, правда, со сносками, со звездочками, собственно, с оговорками, поскольку, несмотря на то, что к этому времени уже были опубликованы исследованные результаты исследований рядуал BCI, где в тикогрилору 14% пациентов использовался, тем не менее, по-прежнему данных о том, насколько безопасна такая терапия недостаточно. Ну и в исследовании рядуал, собственно говоря, было понятно, показано, что в сравнении с использованием клапидогрилова у пациентов, которые получают тикогрилор, частота геморрагических осложнений выше. Хотя в некоторых ситуациях у пациентов с определенными амтомическими особенностями, с техническими сложностями при выполнении через кожного вмешательства, по-видимому, такая стратегия тоже может рассматриваться, и она здесь определена. Соответственно, продолжительность этой терапии, даже двойной терапии, ацетилсалициумной, т.е. терапии клапидогриловым и пероральным антикоагулянтам может варьировать от 6 месяцев до 12 месяцев. Исследование, было опубликовано совсем недавно, небольшое исследование о том, насколько безопасно прекращать терапию антиагригантам и антикоагулянтам спустя 12 месяцев после перенесенного острого коронарного синдрома. И по результату небольшого исследования получается, что вроде бы как безопасно, и получается, что через 12 месяцев мы должны перейти на монотерапию антикоагулянтам. Если мы использовали сниженную дозу перорального антикоагулянта, мы должны назначить полную дозу, например, 20 мг ревороксабана. На сегодняшний день рекомендациями этими предлагается использовать все-таки сниженную дозу добегатрама у пациентов в комбинации с антикоагригантной терапией, но рекомендуется использовать полную дозу 5 мг апексабана. Ну и, собственно говоря, в этом же документе присутствует такая таблица, которая демонстрирует возможность использования новых пероральных антикоагулянтов у пациентов с нарушением функции почек. Соответственно, здесь мы видим, что у апексабана наиболее широкий диапазон нарушения функции почек, то есть хронической болезни почек, когда этот препарат может использоваться в полной дозе, которая обладает максимальным эффектом в плане профилактики эмболических осложнений у пациентов. И здесь мы можем использовать официально этот препарат до снижения скорости клубочковой фильтрации до 30 мл в минуту, то есть снижает дозу только если речь идет о снижении от 30 до 15 мл в минуту. Ну, соответственно, видно, что использование этого препарата самый широкий. И, собственно, фармакокинетика и введение этого минимального введения препарата через почки, конечно, способствует тому, чтобы использование этого препарата у больных с нарушением функции почек у пациентов было преимущественно. Следующие рекомендации, которые были опубликованы в прошлом году, в августе, была представлена новая версия рекомендации по ревоскулиризации миокарда. И, конечно, вопрос ревоскулиризации антитромботической терапии у пациентов, которые имеют фибрилляцию при тех, где нуждаются в профилактике инсульта, также обсуждался. Как вы видите, рекомендуется во время процедуры обязательно использовать именно тройную терапию, двойную антиаприкантную и антикоагулянтную. Рекомендуется тройная терапия на один месяц независимо от типа использованного стента с классом доказательности 2. Полиофилифинная терапия может быть назначена пациентам с высоким ишемическим риском, меньшим геморрагическим. И, соответственно, предлагается двойная терапия под педагревом в сочетании с оральным антикоагулянтом в качестве альтернативы одному месяцу терапии с классом доказательности, с уровнем доказательности А, но с тем же классом доказательности 2. И, соответственно, двойная терапия тоже разрешается. К этому моменту уже завершено было два исследования Редуала BCI и Пионер, которые демонстрировали возможность именно двойной терапии, начиная с первых дней. Но надо отметить, что включение этих исследований проводилось в первую неделю после статирования. И, соответственно, фактически это переход с... ... 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 ...терапии, они благополучно переведены на русский язык и на сайте Российского хриологического общества представлены. Я надеюсь, что скоро будут представлены рекомендации по реускулиризации миокарда 2018 года. Они фактически переведены в настоящий момент. И, соответственно, самый последний документ – это объединенный Европейским консенсус по антитромботической терапии у пациентов с фибрилляцией предсердия и сочетанием с острым коронарным синдромом, стентированием. Обратите внимание, сколько различных ассоциаций сюда вошло в этот консенсус. Это самый новый документ, посвященный вот этой узкой группе пациентов с фибрилляцией предсердия, которым необходимо выполнить через кожное вмешательство или плановое, или экстренное по поводу острого коронарного синдрома. Самый последний документ, четко сфокусированный на этой проблеме, опубликованный в 2019 году и, в общем, довольно демократичный. Довольно демократичный. Посмотрите, насколько упростилась та таблица, которая демонстрировала, как себя нужно вести с пациентами с острым коронарным синдромом. Получается, пациенты с острым коронарным синдромом, которые получают исходную терапию пероральными антикоагулянтами, фактически как получится. Если пациенту экстренно нужно выполнить через кожное вмешательство, то, соответственно, принял пациент перед этим новые пероральные антикоагулянты утром или вечером, накануне поступления, перед поступлением непосредственно или не принял, не имея значения. Пациенту все равно необходимо назначать гепарин, нефракционированный или низкомолекулярный. Отличается тактика у больных с УКС с подъемом, с подъемом, с подъемом, с подъемом, с подъемом, с подъемом, с подъемом. При пациентам с УКС без подъема рекомендуется использовать после через кожного вмешательства фондополинус как наиболее безопасного для когорта пациентов препарат. Использовать, соответственно, также лучевой доступ, если, кажется, мы по третьим второго поколения. Ну, в общем, тактика очень простая. Нужно соблюдать ту стратегию, которая необходима для лечения острого коронарного синдрома у данных пациентов, фактически не обращая внимания на антикоагулянтную терапию. Та же самая позиция, касающаяся двойной антитромботической терапии у пациентов с превляцией предсердий, назначение клабидограла в комбинации с пероральным антикоагулянтом, новым пероральным антикоагулянтом. Та же позиция, касающаяся доз, рекомендуется использовать 150 мг добегатрана, рекомендуется использовать 5 мг дваждого дня абексабану полную дозу, поскольку именно эта доза лучше защищает пациентов от эмболических осложнений. Соответственно, доза добегатрана 110 мг может использоваться у пациентов с высоким геморрагическим риском, рекомендуется в дозе 15 мг, в сниженной дозе, для которой, кстати говоря, нет исследований в плане эффективности этой дозы в профилактике эмболических осложнений. Это отдельная группа, которая была нерандомизирована. Но, по сути дела, та же самая позиция. Двойная терапия может быть назначена, фактически речь идет о переходе с пероральным антикоагулянтом на новый пероральный антикоагулянт, больному после черезкожного вмешательства, и дальше продолжение этой терапии на срок от 6 до 12 месяцев, рекомендуемая продолжительность терапии 12 месяцев, и в дальнейшем переход на полную стандартную дозу антикоагулянта перорального эпидемолитетерапии без терапии антиагриканта. Что нужно отметить? В этих же рекомендациях присутствует такая таблица. Здесь, правда, опечатка здесь не 17-й, а 14-й год. Это предыдущая версия рекомендаций по ревоскуляризации миокарда. Но речь идет о том, что в рекомендациях есть различия. В рекомендациях есть различия, ситуации довольно быстро меняются, публикаются новые исследования, соответственно, подходы изучаются. И в разных рекомендациях вы можете увидеть разные позиции, касающиеся дозировок препаратов, длительности терапии. И, соответственно, в этом есть различия, об этом нужно помнить. Вот последний документ, он фокусирует на этом внимание и говорит о том, что нужно понимать, что рекомендации пишутся на основании тех исследований, которые в данном моменте завершены, мнения экспертов. Хотя, если мы посмотрим на рекомендации, касающиеся фибрилляции предсердия и через кожных мешок, мы видим, что мнение экспертов несколько опережает то, что в дальнейшем подтверждается, по сути дела, исследованием. Ну и те вопросы, которые остаются на сегодняшний день, это насколько эффективна двойная терапия, именно двойная терапия, насколько эффективно предупреждают ишемические события, насколько эффективны сниженные дозы пероральных антикогулятов, предупреждают эмболические осложнения и ишемический инсульт. Возможно ли использовать дикогрилор и просугрел, насколько это эффективно и безопасно, особенно если у пациента с высоким риском, с сложностями при чрезкожном мешальности, протяженной зоной стентирования, бифортуационном стентировании, соответственно, при этом особенности, у которых хотелось бы использовать более мощный антиагрегант, как лечить пациентов, у которых есть острый коронарный синдром, но минимум не выполнено чрезкожное мешательство. Этих пациентов мы тоже должны лечить антиагрегантами, ни в одном из исследований, ни в мионире, исследовании пионер, ни в ритуале. Всяких таких пациентов не было, а включались пациенты только стентированные. Соответственно, открытые вопросы остаются. И, соответственно, на эти вопросы, на часть этих вопросов отвечает исследование Аукустус, которое было представлено совсем недавно, в начале марта этого года, на американской коллегии кардиологов. Это самое крупное на сегодняшний день исследование, посвященное использованию новых пероральных антикогулянтов у пациентов в сочетании антиагрегантами и с острым коронарным синдромом к эксплуатированию. Оно имеет определенные особенности, ну и оно, собственно говоря, формирует тут оказательную базу для амексабанного использования в этой группе пациентов, которой бы сегодняшний день не было, поскольку он рекомендовался только на основании мнений экспертов, на основании подгруппы исследований, которые были в исследовании Аристоте. Но, по сути дела, крупного рентализированного исследования не было. Понятно, что, анализируя исследования предшествующие по этой проблеме, те сложности дизайна, те вопросы открытые были учтены, и это исследование на ряд вопросов все-таки уже на сегодняшний день отвечает. Очень простое и понятное обоснование. На сегодняшний день требуется антикоагулянтная терапия для профилактики инсульта пациентам, которые получают через кожные вмешательства и имеют непоклапанную фибрилляцию претердий, требуется назначение антиагрегантов, сочетание препаратов увеличивает риск от лечения, и на сегодняшний день оптимальная комбинация антикоагулянта и антиагреганта не определена. У каждого конкретного пациента какое сочетание препаратов будет наиболее оптимальным, мы сказать не можем и, соответственно, должны вычитывать массу факторов. Кроме того, далеко не все вопросы изучены в рентализированных исследованиях. В исследовании было две гипотезы. По сути дела, в двух группах изучались эффекты антикоагулянтной терапии и эффекты антиагрегантной терапии. Потому что, собственно говоря, двойная терапия антиагрегантным-клапидогриллом в сочетании с антикоагулянтом против тройной терапии, плапидогриллом-аспирином в сочетании с антикоагулянтом рандомизированным исследований до сих пор не изучалась. Здесь было две группы пациентов. Группа пациентов была одна, но она была поделена то, что называется два на два факториальные дизайны исследования. Одну и ту же группу пациентов поделили, рандомизировали на прием антикоагулянта абексабана в дозе 5 мг дважды в сутки или варфорина с контролем МНО в соответствии с рекомендациями. И эту же группу поделили таким же образом рандомизированно на группу пациентов, которые получали ацетилсалициловую кислоту в комбинации с клапидогрелой, преимущественно с ПИ-2 в Ай-12 антагонистов, и те пациенты, которые получали только ПИ-2 в Ай-12 антагонистов. Получилось 4 группы пациентов. Соответственно, варфорин и двойная антиагрегатная терапия, варфорин и монотерапия ПИ-2 в Ай-12 антагонистов, апексабан и двойная антиагрегатная терапия, апексабан и монотерапия ПИ-2 в Ай-12 антагонистов. Но продолжительность наблюдения в этом исследовании составляла 6 месяцев. И конечными точками исследования были первый эпизод большого клинически значимого небольшого кровотечения. И первичная точка была точкой безопасности, но были и точки эффективности. Комбинированная точка общая смерть и госпитализация, и комбинированная конечная точка смерти, шимические события, в которые входил инсульт, инфаркт миокарда, тромбоз, 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 экстренной ревоскуляризации. Это была вторичная точка. И анализ компонентов вторичной точки тоже был предусмотрен дизайном исследовании. Соответственно, исследование очень широко было распространено географически. Много пациентов было в Российской Федерации. В общем, надо сказать, что достаточно посмотреть на карту, чтобы сказать, что это исследование, наверное, было валидным и охватывало все популяции, которые только могут быть патологических пациентов. И, соответственно, очень активно проводилось исследование, в том числе и в Российской Федерации. В исследование было включено почти 5000 пациентов. Вот на сегодняшний день самое большое исследование новых пероральных антигагулянтов у пациентов с ишемической болезнью сердца с чрезкожным вмешательством. Понятно, что факториальный дизайн 2 на 2 потребовал включения большего числа пациентов, но позволил в рентомизированных группах ответить еще на один вопрос, на который ответа не было. Насколько безопасно отменить пациенту астерин в этой ситуации. После исследования ВУЗД, да, с новыми пероральных антигагулянтов, реализированных данных на эту тему не было. Но мы видим, что пациенты были в среднем около 70 лет, 300% женщин, достаточно высокий уровень по частным областям, почти 4 балла. 3 балла по среднему 2,9, почти 3 хаспли, то есть геморрагический риск достаточно высокий. Половина пациентов уже находилась на пероральных антигагулянтах к моменту включения в исследование. 93, почти, процента пациентов получали выпадокрыл, и количество пациентов, которые получали на процедуре антигагулял, было незначительным. Эта коборта отдельно не анализировалась. Пациенты включались в исследование в среднем через неделю после развития острого коронарного синдрома листинтирования. Это характерно для всех подобных исследований, которые были проведены. Как видите, здесь были пациенты с острым коронарным синдромом, треть пациентов, чуть больше трети пациентов, которые выполнялись плановые через кожное вмешательство. И фактически четверть пациентов – это те пациенты, которые болели острым коронарным синдромом, но через кожное вмешательство этим пациентам не проводилось. Это новая подгруппа, и, собственно говоря, когда мы на сегодняшний день обсуждаем лечение пациентов консервативное с острым коронарным синдромом, без выполнения через кожное вмешательство, фактически единственное исследование, единственный препарат, где это коборта была, и мы можем обсуждать, и на этих пациентов распространять данное исследование, это исследование аукустуса и использование апексабана. Следует отметить, что очень небольшого процента пациентов использовалась сниженная доза апексабана, это было 200 человек всего, чуть больше. Терапия варфалином в группе контроля хорошо контролировалась, те знаменитые 60% пребывания в целевом диапазоне, очень небольшой процент пребывания в диапазоне с высокими цифрами международного нормализованного отношения. Казалось бы, вот эти показатели говорят о том, что терапия варфалином проводилась настолько легиартиз, даже было 25% смынов меньше двух, то есть, казалось бы, минимум, тот минимум геморротических осложнений, которые можно получить за счет контроля, жесткого контроля терапии варфалином, поэтому можно сказать, что, наверное, в реальной практике кровотечение в группе варфалина в реальной практике гораздо выше, в реальной жизни такого контроля добиться, конечно, очень сложно. Была часть пациентов, которые досрочно прекратили приемы, она приблизительно была одинаковая, в группе Абексабана и приема антагонистов витамина К, досрочно прекратили прием астеро-салициловой кислоты и плацебо, которая использовалась за сравнение с аспирином, также сравнимое количество пациентов, и очень мало пациентов было потеряно для наблюдений. Сейчас для регистрации исследований за этим показателем очень жестко следят, и надо отметить, что эти позиции очень жестко соблюдаются, и больные в последнее время фактически не теряются из исследований. Это гарантирует достоверность данных, потому что, если мы не знаем исходы этих пациентов, а этих пациентов много, то может оказаться, что реальная результация совершенно другая. Здесь этого нет, пациентов потеряно для наблюдения практически нет, и результаты статистически полностью варили. Первичная конечная точка. В двух когортах пациентов мы видим, что использование апексабана в сравнении с варфарином существенно снижало риск геморрагических осложнений, и надо пролечить всего 24 пациента апексабана вместо варфарина, чтобы придеть кровотечение, и, соответственно, еще лучше, еще более выраженные были результаты раннего прекращения терапии ацетилсалициловой кислоты, если мы не назначаем пациенту аспирин. Но достаточно 14 пациентам отменить аспирин в течение первой недели после статирования для того, чтобы предотвратить одно геморрагическое осложнение. Эти цифры были пересчитаны на 100 пациентов лет, но и здесь видно, что та же самая картина. Наиболее неблагоприятная с точки зрения геморрагических рисков терапии, это антиканист витамина Ка в сочетании с аспирином, и наиболее благоприятная это двойная терапия по педагрелам и апексабанам. Соответственно, здесь распределяется между ними комбинация апексабана с варфарином и варфарина с ацетилсалициловой кислотой. То есть варфарина в виде монотерапии с антиканистом 1-2-1-12 рецепторов. Вторичная конечная точка – смерть или госпитализация. Здесь мы видим, что использование апексабана снижало риск ишемических событий или дальнего исхода и госпитализации у пациента. То есть здесь мы видим, что 26 пациентов нужно пролечить апексабаном для того, чтобы предотвратить летальный исход к госпитализации. Но если мы посмотрим на группу аспирина, то мы увидим, что обмена аспирина существенно на эту вторичную конечную точку не влияла. Частота ишемических событий, частота госпитализации, летальных исходов у пациентов с обменой аспириной в рандомизированной группе не возрастала. То же самое, по сути дела, представлено на 100 пациентов лета. Мы видим, что здесь различаются только в крайних позициях группы апексабана и варфарина. Апексабан, назначение апексабана приводило к снижению риска госпитализации и летальных исходов. Если посмотреть на компоненты вторичной конечной точки, на ишемические события, мы увидим, что существенными значениями различиями были те, которые определили выигрыш апексабана в сравнении с варфарином в этом исследовании. Это снижение частоты ишемических инсультов. Обратите внимание, что фактически вот эти результаты в данной группе пациентов стентированных, они повторяют то, что мы видели в ревайне. То, что снижение риска ишемических инсультов у пациентов, что, несмотря на то, что новые антикокулянты эффективнее и безопаснее, это, в общем, не частая находка. И здесь апексабан предоставил снижение частоты ишемических инсультов у пациентов, если это пациенты с острым коронарным синдромом или пациенты подвергнутые через кожу вмешательства. Ну и частота госпитализации тоже достоверно снижалась. Очевидно, что здесь играли роль и геморрагические риски и снижение ишемических событий на частоте госпитализации. Если мы посмотрим на компоненты вторичной точки в группе ацетилсалициловой кислоты, в подгруппе ацетилсалициловой кислоты, мы увидим, что здесь достоверных различий в рандомизированной группе не было. Соответственно, отмена ацетилсалициловой кислоты и проведение двойной терапии в рандомизированной группе показала свою безопасность в данном исследовании. Конечные точки, снижение на 31% риска кровотечений И, соответственно, если мы не назначаем аспирин, то тоже частота кровотечений существенно снижается Снижение на 17% частоты комбинированной конечной точки смерти и госпитализации И если мы говорим о группе аспирина, то есть существенных различий не было у этих пациентов Собственно, те официальные выводы, которые прозвучали в презентации исследований на Американской коллегии На сессии Американской коллегии кардиологов Формально, в соответствии с корректно сформулированной, звучат так, как Применение апексапана в сочетании с двойной терапией или монотерапией ингиби-тромпидуала-12 То есть назначение не только клапидогрелоса, но и проводило статистически значимым Меньшим количеством кровотечений, меньшим количеством смертей и госпитализации по сравнению с урфорином То, что касается группы пациентов ветки с аспирином исследования То монотерапия ингиби-тромпидуала-12, фактически речь идет о плапидогреле В сочетании с антикоагулянтом сопроводляла статистически значимым более низким числом кровотечений Основной антиагрикантной терапией и сходным количеством смертей и госпитализации у пациентов С некабельной фибрилляцией, острокоронарным синдромом, эстетированием или полоноучая с кожным вмешательством Что нового и что важного это исследование принесло в реальную клиническую практику Эпексабан в полной терапевтической дозе доказал свою безопасность и эффективность этих пациентов Он продемонстрировал снижение риска ишемических инсультов в этой когорте пациентов Он продемонстрировал свое преимущество перед варфарином абсолютно очевидным Безопасность исключения аспирина, то есть двойной терапии Назначение эпексабана в сочетании с педаграммом с первых дней после выполнения черезкожного вмешательства Доказано в ратомизированной группе и, соответственно, сомнений никаких не вызывает Очень важно, что сюда попали пациенты с острым коронарным синдромом, которым не проводилось черезкожное вмешательство Но которые нуждаются в антиагрикантной терапии И эта коборта пациентов, по сути дела, изучена только в этом исследовании Когда мы говорим о контилотерном лечении, единственным препаратом на сегодняшний день становится эпексабан То есть 5 миллиграммов Ну и в заключение хотелось бы сказать, что очевидно, новая терапия антиагрикант имеет преимущество В сравнении с терапией варфаринов у пациентов с фибрилляцией предсердиями клапанов В сочетании с острым коронарным синдромом и через кожными вмешательствами Апексабан характеризуется сблазированным профилем эффективности и безопасности С минимальным риском кровотечения желудочно-кишечного тракта и более широким возможным использованием при нарушении функций почек Пациенты, которым по фибрилляции предсердия, которым проводится стентирование по экстренным или планным приказаниям, должны получать антиагриканты Актуальные клинические рекомендации содержат различия и ряд позиций основан на мнении экспертов И на это нужно обращать внимание при их оценке Исследование Аугустус, завершенное и недавно представленное, демонстрирует безопасность и эффективность двойной терапии Апексабана в полной дозе 5 мг у пациентов с фибрилляцией предсердиями острым коронарным синдромом В рамках двойной терапии, использования только клапидогрелла И в том числе использования у пациентов, которые не подвергаются через кожу вмешательствам Большое спасибо за внимание, коллеги! Есть ли вопросы? Вопросы? Алексей, пожалуйста, пожалуйста Да, конечно Практически частые нормальные сутки с подъема и с подъема сегмента С Приезжают к нам на полный длительный приема протона террорайва прямого антиагриллянта На медицинскую помощь получают гепарент Частенько склеиваю при педагогреле поступает на прессионный стол Также интерпрессионный делается гепарент Обязательно будет на первые 7 дней переход спирогреля на гепарент? Или как-то можно в каких случаях поставить их на приемах спирогреля на гепарент? Ну, видите, в исследовании пациенты включались первые 7 дней и период был разным Да, кто-то включался буквально на следующий день, кто-то через неделю По сути дела, если пациент уже на догоспитальном этапе получил антиагриллянты, антикоагулянты, ему еще ввели дополнительный гепарин Но здесь нужно следить о том, что гепарин, как написано в рекомендациях 2018 года, по лечению антиагриллянты Пациент использовался в сниженной дозе, то есть не более 60 единиц на килограмм массы тела у пациента Ну и нужно, соответственно, следить за тем, какой у пациента из сети, если он приезжает в операционную и получил гепарин недавно, на догоспитальном этапе Соответственно, у этих пациентов, если они получали антикоагулянтную терапию низкомалекулярным или нефракционированным гепарином Надо рассматривать переход после завершения стандартной терапии, принятой в учреждении схемы антикоагулянтной терапии Если вы используете нефракционированный гепарин, это инфузия в течении в суток или двух Если используете низкомалекулярный подкожный, то это, соответственно, до 6-8 дней, 4-6-8 дней на выписке перевода и так далее И, соответственно, если это указано с поднялым сегментом СТ, это, как правило, в андопаринус и тоже в антикоагулянте переходим Парантеральная терапия, например, отменяется? Ну, получается, что пациент, получая терапию стандартную по поводу ОКС с парантеральными антикоагулянтами, в дальнейшем, в течение первых дней после сконтирования, от 1 до 7, переводится на... А есть какие-то преимущества между гепарином и другими парантеральными? В рекомендациях нет преимущества нефракционированного и низкомалекулярного у пациентов с ОКС с подъемом сегмента СТ и без подъема сегмента СТ У пациентов с ОКС без подъема имеют преимущество фондопаринус Но это рекомендации 2015 года по ОКС, они, по сути дела, повторяются Хотя отдельных исследований по сравнению парантеральных антикоагулянтов, кустантированных, боевых сферляцией, в прицепе, естественно, не было В каком А4-ом тогда следуемся? Ну, к целевым значениям, естественно Естественно, у пациента нет, опять же, исследований, которые говорят о том, какой А4-ом больного на нефракционированном гепарине защищает его от ишемический инсульт Ну, мы придерживаемся рекомендаций по ОКС до 60-80% Спасибо большое Можно? Скажите, пожалуйста, о длительной стройной антистарной терапии у пациента, у которого имеются и высокие риски, и одновременно высокие риски? Ну, последний слайд, то есть, последние рекомендации я показывал, да, там нарисованы стрелки, зеленые и красные, можно сокращать, можно увеличивать По сути дела, от одного дня до шести месяцев Вы имеете право выбрать продолжительность назначения хобедагрова аспирина перораннего антикоагулянта у пациента Руководствуя с этими представлениями о геморрагических и ишемических рисках у пациента, типе стенда и так далее На мнение, соответственно, по мнению врача, срок может быть различным Естественно, вы ориентируетесь на ЧАС-2 ВАСК, на ХАС-БЛИНД, на другие шкалы, которые вы можете использовать Я понимаю, но когда есть и высокий риск одного события, и одного или нет Нет, алгоритма нет Алгоритма нет Вы должны учитывать и решать сами Вам предлагается выбрать любую продолжительность с учетом всех факторов Алгоритмизировать нельзя Поздравляю вас, Николай, очень интересный доклад И отрадно, что наука идет вперед И мы получаем все новые и новые данные о прямых оральных антикоагулянтах И имеем новые и новые возможности для лучшего лечения наших пациентов Вторым докладом сегодняшнего нашего заседания, секция Он посвящен современным возможностям для снижения рисков То есть мы переходим в иную плоскость Плоскость в профилактическую Потому что наши пациенты могли избежать тех состояний О которых только что мы получили очень интересную информацию Острого коронарного синдрома И мы попытаемся разобраться в риск стратификации В сложностях хистеросплетения этой темы Пациента с артериальной гипертензией и фибрилляцией предсердия На что важно обратить внимание Также практические рекомендации по снижению сердечно-сосудистых рисков рассмотрим И какие у нас есть современные возможности снижения остаточного риска В третьей части доклада я вам кратко расскажу Если посмотреть на причины фибрилляции предсердия Те, которые мы постоянно с вами обсуждаем Мы можем увидеть корреляцию с рядом заболеваний Но более всего, конечно же, возникновение фибрилляции предсердия Коррелирует с возрастом В девятом десятилетии жизни это практически каждый десятый пациент И если посмотреть на причину артериальной гипертензии То, конечно же, повышение относительного риска фибрилляции предсердия у гипертоника имеется И вы все это прекрасно знаете И риски на уровне дисфункции щитовидной железы, предположим Или наличие ожирения То есть это равнозначная позиция на сегодняшний день В отношении сочетания этих двух состояний Артериальной гипертензии и фибрилляции предсердия Какие же риски стратификации мы можем здесь применить? Во-первых, конечно, оценка общего сердечно-сосудистого риска Вы все помните шкалу уровня сердечно-сосудистого риска Скор, в которой мы можем увидеть различия рисков у пациента с гипертонией Например, пациенты с артериальной гипертензией второй степени Относятся к умеренному риску И здесь же находится лиц, у которых риск паскор от 1 до 4 То есть он может быть менее 5% Если же ваш пациент относится к категории артериальной гипертензии третьей степени И имеет диабет, поражение органов мишени, гипертрофия левого желудочка То мы его можем отнести к категории высокого риска Соответственно, те, кто уже имеет сердечно-сосудистые осложнения, инфаркт, инсульт Безусловно, это очень высокий риск И это вы прекрасно знаете Но хотелось бы напомнить, что экспертами добавлены Некоторые дополнительные, модифицирующие Установленный риск паскор аспекты Такие, как социальная депривация, ожирение, отсутствие физической активности Психологический стресс, аутоиммунные заболевания И среди них также присутствует фибрилляция предсердия Синдром абструктивного апноэ сна Мы тоже много уделяем внимания в настоящее время этому состоянию И нам его тоже на наших мероприятиях Если посмотреть на факторы, влияющие на сердечно-сосудистые риски При артериальной гипертензии они зачастую пересекаются с общими рисками Такие же позиции имеют возраст, пол, гиподинамия, семейная анамнез Добавлены ранние менопаузы, к примеру Частота сердечных сокращений более 80 Это рекомендация в поведении артериальной гипертензии Уровень общего холестерина И если заглянуть в раздел лечения пациента с фибрилляцией предсердия Какие риски ассоциированы с ней? Безусловно, это повышенный риск летальности Безусловно, это повышенный риск инсульта Каждый пятый, а то и третий пациент с фибрилляцией предсердия Имеют в качестве осложнения инсульт И левожелудочковая дисфункция 20-30% пациентов с фибрилляцией предсердия имеют левожелудочковую дисфункцию И также могут пациенты с артериальной гипертензией Иметь левожелудочковую дисфункцию на более продвинутой стадии заболевания То есть эти два состояния похожи в этом аспекте Что такое левожелудочковая дисфункция? Это путь к сердечной недостаточности и к всевозможным осложнениям Ну а также когнитивные нарушения и сосудистая деменция Звольственные пациентам с артериальной гипертензией И с фибрилляцией предсердия Ну вот шкала ЧАРТ-2-ВАСК Я не буду долго на ней останавливаться Уже сегодня о ней говорили Мы используем ее в своей работе В ежедневной клинической практике Для оценки риска инсульта Пациента с фибрилляцией предсердия Почему это важно? Неклапанная фибрилляция предсердия Создает основу для более тяжелого инсульта Инсульт, возникающий на фоне фибрилляции предсердия Увеличивает риск летального исхода Он составляет в течение месяца 25% Тогда как у пациента без фибрилляции предсердия 14% летальность Частота летального исхода в течение года После инсульта на фоне фибрилляции предсердия 50% И если наш пациент не имеет фибрилляции предсердия То это всего лишь 27% Различия существенно заметны Поэтому снижение риска развития инсульта Это, конечно, может снизить премия Возвращение инсульта в целом Вообще премия для родственников Для самого пациента Для здравоохранения в целом Шкалы за риск кровотечения Мы также о них сегодня Подробно говорить не будем Учитываем в своей реальной клинической практике Для того, чтобы понять Насколько активно Насколько полными дозами Мы можем лечить нашего пациента На последней редакции рекомендаций Подход к оценке риска кровотечения Немножечко расширен Не ограничивается шкалой Хазбл Например, в модифицируемом факторе Риска относятся те же позиции Это гипертония с давлением Выше 160 мм Лобильный МНО для пациентов Получающих варфарин Прием антиагрегантов Неспецифических пациент Препаратов злоупотребления алкоголя Но не только Потенциально модифицируемыми факторами Можем отнести Анемию Нарушение функций почек Лечения Которые мы можем корректировать Тербоцитопения Факторы, которые мы совершенно не можем изменить Это, конечно же, возраст Наличие предшествующего инсульта Зачастую рост печени Не корректируется в полном объеме Генетические факторы И также повышение уровня матки Повышенный тропонин, креатинин Они, соответственно, в определенных клинических ситуациях Повышают риск кровотечения В целом, пять положений Комплексного подхода Ведения пациента с фибрилляцией предсердия Помимо лечения аритмия Рассмотрения аблации Применение антикоагулянтов Обязательно должны включать Коррекцию предрасполагающих факторов Они приводят к свяжению сердечно-сосудистого риска И не относятся к каким-то полиативным мерам Они улучшают прогноз Поэтому Очень важно Рассмотреть возможность коррекции всех факторов риска Какие факторы мы можем с вами корректировать Именно врачи Пациент должен, конечно, правильно питаться И много двигаться Но это не всегда получается И если посмотреть на механизм Развития фибрилляции Кардиополического инсульта При фибрилляции предсердия Мы можем увидеть Такое последовательное событие Фибрилляция предсердия Приводит к расширению полости Левого предсердия Нарушению воскротитной функции Замедление кровотока в ушке Левого предсердия Активируется Система свертывания крови Нарушается функция эндотелия Образуется тромб Который при восстановлении И срыве ритма Отрывается Мигрирует Через левый желудочек К аорту И, соответственно, Блокирует мозговые артерии Такой вот Печальный процесс Приводящий к печальным результатам Но Дисфункцию эндотелия Меняют И Несколько состояний Которым Мы уделяем внимание Лечение артериальной гипертонии Дислепидемии Диабет Сейчас очень много Временных препаратов Мы говорим об этом На многих мероприятиях И Среди них Фактор риска Который Должен корректировать По сути Любой Врач У своего пациента Это курение Это очень сложная На самом деле Тема Эдотелия Как часть Сосудистой стенки Помогает поддерживать Структуру Тонус ее Целостность Антитромботические Свойства Противодействие Воспалительным процессам Вот так Выглядит здоровая эндотелия И вот Вы здесь видите Эрозию Эдотелия При многократном Увлечении Под микроскопом Поэтому Курение Как одна из причин Эдотелиальной дисфункции Повышения сердечно-сосудистого риска Должно быть Подвержено коррекцией И что мы можем Здесь Предпринять Во-первых Нужно понять Что это не дурное воспитание Что это заболевание Поскольку Никотин Быстро преодолевает Целебровоскулярный барьер Проникает В гипоталамус И Связывается С никотиновыми Ацетилхолиновыми Рецепторами Человек получает Удовольствие Удовольствие У нас в гипоталамусе В связи с этим Бороться С этим Табачная зависимость Это очень сложно Самому И естественно Врачу Приняв Что это не дурное Воспитание А заболевание Соответственно Его нужно лечить Поскольку Никому не приходит В голову Пациенту С шимической болезнью Сердца Гипертония Сказать Ну ты там давай как-нибудь Справься с этим Да? Мы же назначаем Препарат для лечения Кардиологических заболеваний Поэтому Табачная зависимость Она имеет В том числе И По Международной Классификации Свой шифр Ф17 И По определению ВОЗ Табачная зависимость Это хроническое Этитилирующее Состояние Люди с табачной Зависимостью Также должны Получать адекватное Лечение Оно Включает в себя Политические Вмешательства Советы Консультирования У нас Кабинеты задаются В этом отношении В поликлиниках И прием медикаментов В зависимости От показаний Тех или иных У нас есть Возможности Медикаментные Надо сказать Что их не так много Как в антикоагулянтной терапии Но они есть Никотинозаместительная терапия Раз Антидепрессант Попропион Который в России Не имеет показаний Именно в отношении Лечение Никотина В зависимости Но тем не менее Он существует И антагонисты Огонисты Никотиновых Рецепторов В частности Пока это один препарат Варениквин или Чанрекс Что показывают Кахреновские обзоры Неважно Каким из этих Препаратов Которые я сейчас Вам классификацию Показала Вы пользуетесь Успехным лечением Выше Если вы применяете Медикаментозную Поддержку В отказе От курения И Это факт Который Понятен Каждому врачу Совершенно Необсуждаемый Что делает В этом отношении Чайпикс Как он нам помогает Чайпикс Связывается С никотиновыми Рецепторами Головного мозга Соответственно Выделяется Н-е количество Допамина Человек Не чувствует Такого Выраженного Синдрома Отмена За счет этого Поскольку Допамин Все-таки Выделяется Это первое действие Неполный Агонист Рецепторов И второе действие Это антагонист В результате того Что на первой На фоне приема Первой упаковки Можно курить Пациент Перестает видеть разницу Между тем Что он курит И паникуру Поскольку Никотиновые рецепторы Целухолин Уже заняты Допамин Уже выделяется Таким образом При наличии Безусловно Исходного Желания Эффективность Достаточно Высокая Если посмотреть На полный курс 12 недель Эффективность Продвижается К 85% Естественно Если пациент Не довел Дело До Логического Завершения По срокам лечения Эффективность Ниже Но Тем не менее Даже В течение первых Двух недель Фактически 10% Отказываются От курения Что всегда Волнует врачей Это безопасность Любой терапии Систематический Обзор И метаанализ Показал Что При сравнении Группы Принимавших Ленитлин Чанкинс И не принимавших Относительный Риск Событий Сердечно-сосудистых Совершенно Не отличался То есть Это безопасный Препарат Изученный В самых сложных Категории пациентов Более того Я хотела вам привести Один из исследований Эвита Показывающий Безопасность Препарата Это пациенты Которые были госпитализированы С острым коронарным синдромом Им назначалось Чанкинс И Произвано было сравнение По эффективности Безусловно Конечно Как и у иных Категорий пациентов Препарат работал В отношении безопасности Посмотрите Практически Нет Ни по одному Из признаков Кроме необычных Сновидений Необычные Это не значит плохие Необычные Сновидения В отношении безопасности Этого препарата Спокойно Можно принимать Во всех категориях Пациентов В том числе И перенесших Парат миокарда Инсульт И даже острый Коронарный синдром О снижении риска инсульта После такого Блестащего доклада Совершенно Мне рассказывать Да и нечего Но кратенько Пройдусь По рекомендациям Еще раз Вам напомню Что Без особой нужды Двойной терапии Мы не назначаем Пациентам С управляцией предсердия Сейчас речь не идет Об остром Коронарном синдроме И в монотерапии Мы уже давно Не назначаем Антитромбоцитарный Препарат Аспирин Класс рекомендации 3 Выделен красным Этого делать не следует Ну и На старте ТРАИ И Редакция Рекомендации Прямые Оральные антикоагулянты Которые до сих пор Называем Новыми Но они прямые Препочтительнее Уровень А Начинается Лучше Все-таки С прямых Эроральных Чем отличаются Эти препараты Ривер, Абексабан Этоксабан Этоксабан Энгибитор 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 Точные приложения Отличаются Такое Вопрос был на тестах Когда сдавали экзамен Экзамен Это нужно Сходу уметь Ответить различия механизма действия этого препарата. Об этих исследованиях доказательная база по апексабану уже подробно достаточно рассказали. Хочу только вкратце обзорно отметить, что большое количество пациентов было включено в исследование Аристотеля, 9 тысяч, даже чуть более. В нем сравнивали эффективность и безопасность апексабана с верфарином. И также почти около 3 тысяч пациентов в исследовании Авероэс сравнивали эффективность апексабана с атецелсорезовой кислотой, эффективность и безопасность пациентов с эпиляцией предсердия. По ряду причин пациенты не подходили для применения варфарина в качестве группы контроля, поэтому вот так спланирован исходный дизайн. И апексабанам удалось превзойти варфарин по всем составляющим эффективности и безопасности, снижение риска инсульта, системные боли дополнительные к варфарину на 21%, снижение риска больших кровотечений по сравнению с варфарином на 31%, и даже снижение общей смертности, достоверность по сравнению с варфарином на 58%, а по разделу паташин, снижение риска 11%. По виду всех типов кровотечений Эликвиз показал свою безопасность при сравнении с варфарином по большим желудочно-кишечным без значимых различий, а вот по внутричерепным снижение относительного риска по сравнению с варфарином на 58%, а по разделу патальные кровотечения Аж на 73% безопаснее апексабан, чем варфарин. Это классическая базовая показательная база для Эликвиза. И также у пожилых пациентов, если сравнить применение апексабана в сравнении с варфарином, с добегатраном, мы получаем преимущество для Эликвиза в отношении именно пожилых пациентов, что для нас очень важно. Таким образом, если мы лечим пациента апексабаном в сравнении с варфарином, на 1000 леченых мы предотвращаем 6 инсультов, 15 больших кровотечений и 8 летальных случаев. Поэтому в разделе профилактики инсульта, по-моему, уже все это совершенно понятно. На сайте коагулянтной терапии мы очень хорошо сейчас работаем и в национале в поликлинике. Какой еще риск нам необходимо снизить у пациентов с гипертонией и фибрилляцией предсердия? Ну, наверное, риск лекарственных взаимодействий. И это такая наиболее сложная для практического врача тема, потому как не всегда есть время заглянуть в инструкцию и посмотреть, что с чем взаимодействует Элиня. Но это очень важно. Смотрите, если у пациента низкий риск лекарственных взаимодействий, препаратом первого выбора на основании доказательной базы в ограниченных клинических исследованиях может служить добегатран и апексабан также может быть рассмотрен. Однако доза добегатрана и этексабана, которые пока не пользуются, должна быть снижена у пациентов, принимающих веропамил. Апексабан не взаимодействует с амидородом и веропамилом. Добегатран противопоказан в комбинации с дромидородом. При клапанных порогах. Здесь клапанами имеется в виду все пороги, за исключением выраженного метрального стеноза. Эти пациенты приравниваются к категории протезированного клапана. А если у вашего пациентка метральная, артальная, трикоспитальная недостаточность, либо артальная стеноз, вы можете спокойно пользоваться прямыми оральными антикоагулянтами. Препаратами первого выбора являются апексабан, риборексабан, добегатрана и этексабан второй выбор и третий антагонисты витамина К варфаин. Что еще можно сказать в теме лекарственных взаимодействий? Хотелось бы отметить, что препараты не просто дефондируют через мембрану клетки. В этом принимает участие также гликопротеин П, крупный трансмембральный транспортный белок. И вот здесь фармакологические такие аспекты, что препараты могут содержать субстрат гликопротеина П, либо быть ингибиторами его. И в зависимости от этого меняется концентрация препарата. Вы видите, что практически все антикоагулянты относятся к субстратам гликопротеина П и при взаимодействии с рядами медикаментов, ну химидин, которым мы сейчас уже не пользуемся, веропамил, например, тронидарон, даже корвидилол среди них присутствует из антигипертензивных по одному плюсику, лазертана. Впрочем, изменяется концентрация препаратов крови при одновременном назначении этих лекарств и, соответственно, это к чему может привести? Опять же, к повышенному риску кровотечения, если мы не учли этот момент в своем лечении. Вот что можно сказать по апексапану, например. Если вашему пациенту показан, к примеру, кетанозол, он является сильным ингибитором гликопротеина П, и на выходе мы получим повышение концентрации апексапана в 1,6 раз. Это важно, соответственно, мы повышаем риски кровотечения таким образом при лекарственном взаимодействии. Повышается уровень дилтиозема, например, в крови, напроксена, а вот уровень атенолола, к примеру, наоборот, снижает концентрацию. Особенно выраженно снижает концентрацию апексапана применение совместно с рифом пицина, машина 42%. Здесь обратная ситуация. Мы недополучим действия лекарственного от этого препарата. Поэтому фармакологические аспекты очень важны. И снижение рисков в этой плоскости мы тоже можем рассмотреть улучшение прогноза, когда вникнем в ситуацию по конкретному пациенту. В завершение снижение остаточного риска при актериальной гипертензии такая вот картинка. Пациент движется у нас на грани, что мы здесь применяем для улучшения остаточного риска, для снижения, вернее, его статины, изотемип, низкие целевые уровни давления, применение ингибиторов в ССКИНАЛ, снижение воспаления. Что-то из этого у каждого конкретного пациента можно применить. Американские рекомендации 2017 года по артериальной гипертензии задали нам такую новую планку, новый тренд, снижение артериальной гипертензии в первой стадии уровень давления 130-139 мм рт. ст. Снижен порог уровня артериального давления в качестве критерия. Однако, почему так произошло? Исследование спринта, оно взволновало медицинское сообщество, две группы пациентов с целевым уровнем давления ниже 140-90, а в группе сравнения целевой уровень был низким, менее 120-80. И получилось снижение общей смерти. Вы видите, какой братье 27% дополнительных преимуществ при достижении низкого, целевого уровня, более низкого. Однако, все в мире чем-то должно компенсироваться, и на выходе получились эпизоды. Гипотония, видите, 56 тысяч, обмороки, 34 тысяч, электролитная рушина, острые повреждения почек, почти 89 тысяч, но предупреждено 107 500 смертей в год. Вот такой вот у нас получился баланс, и если мы пациенту снижаем ниже 120 и 80, ну, все, по-моему, в комментарии тут излишне, да, где здесь риск пользы, надо смотреть на вашем конкретном пациенту. Поэтому европейские эксперты пошли более деликатным путем, если не углубляться в эту таблицу очень-очень сильно, то схематично можно сказать так, снижаем ниже 140 и 90, при хорошей переносимости менее 130 и 80, но все-таки не ниже 120 и 70, особенно для пациентов с хронической болезнью почек, здесь целевой уровень повыше 130-140, ну, и также пациенты с гипертонией, диабетом, и ниже инсульт, все-таки не ниже 120 мм, везде есть такая вот ремарочка. По диастолическому давлению все просто, 70-79 для всех категорий пациентов. Однако же мы должны помнить, что большой процент, большое число осложнений развивается при давлении, по сути, нормально, ниже 140 и 90, ну, для более половины случаев. Поэтому что мы можем еще сделать в снижении остаточного риска, в отношении снижения остаточного риска? Если нет очень высокого риска, так пользуемся шкалой, скоро мы ей пользуемся. Если мы увидели пациента высокого, очень высокого риска, рекомендованы статины, класс 1, уровень B. Антитромбоцитарная терапия для пациентов с гипертонией применяется, но только во вторичной профилактике, если у пациента уже есть ишемическая болезнь в сердце, верифицированная, безусловно, это важно. А в первичной профилактике, не применяя мосфирид, это имеет класс рекомендации 3. Этого делать не нужно, так же, как и пропадет кинетическое тестирование рутильное. В целом, если очень кратко, в двух словах, смотреть в раздел рекомендации по лепитологии лечения атеросклероза, что изменилось в ретакции 2017 года? Это ориентация на практических врачей, на терапевтов, на кардиологов, безусловно. И с учетом реалий Российской Федерации, поэтому исключены никогда не используемые нами, по сути, секрестранцы желчных кислотных, аатиновые кислоты, за рамки обсуждения вынесены данные по АПО-белкам, холестерину, не связанному с гипопротеидами высокой плотности С, реактивному белку, поскольку это не имеет большого практического применения в реальной клинической практике. Но, однако же, целевой уровень холестерина, либо противопротеидов с низкой плотностью для пациентов очень высокого риска, ориентиром поставлен менее полтора, то есть даже не как менее 1,8 в европейских рекомендациях, что, наверное, правильно. Чем ниже уровень, тем более стремлением будут у врачей и пациентов направлены именно туда. И добавлены категории рисков за счет указания степени стенозирования. Стеноз более 50% — это большая степень категории риска, соответственно, менее 50% меньше. Ну и по холестерину, конечно же, мы много-много об этом говорим и останавливаться. Не буду мишенью воздействия нашего является холестерин либо противопротеидов низкой плотности. На популяционном уровне большинство предотвращенных событий у нас могут быть благодаря достижению этих целевых значений и путем раннего вмешательства. Только один слайд для терапии статины. Хотела вам просто показать, чтобы напомнить их возможности у пациентов с диабетом применения оторва розового статина в ряде клинических исследований. Возможности для снижения липопротеидов низкой плотности как вишения воздействия и снижения остаточным риском практически в два раза. Поэтому используйте в соответствующих дозах любой из препаратов для достижения результата. Ну и последние, наверное, тренды для снижения неостаточного риска, это ингибитор и писискина. Они уже вошли в реальную клиническую практику, они есть. Дополнительное снижение риска всех сердечно-сосудистых событий на 14% показал этот класс препаратов. Безусловно, терапию будущего, но она уже есть в нашей реальной клинической практике. Поэтому, обобщив все данные о рисках, о чем я сказала, можно помнить, что баланс риска и эффективность и безопасность, он, в общем-то, в Ваших руках. Поэтому используйте все возможности для достижения лучших результатов. Благодарю за внимание. Ну вот тогда я хочу поблагодарить всех участников, поблагодарить из компании у Файзер за организацию.